Для вас они очень болезненные. Возможно, это переходит в ту самую зависимость вашего воспоминания. Да, фокус на деньги сделайте, пожалуйста, потому что это всё-таки крупная денежная карта. Но, в общем, в связи с этой историей, с этим человеком будут крупные, неожиданные новости. Что-то поменяется совершенно непредсказуемо. Гадание называется «Кто не может вас забыть?». Хотя правильнее и честнее было бы его назвать так, кого вы не можете забыть. Но я намеренно сделала вот такое вот название, как будто бы неправильное название «Перевёртыш». Ну, с одной стороны, чтобы привлечь ваше внимание или, скорее, привлечь внимание новых зрителей, обложкой и заглавием этого видео. А с другой стороны, я хочу обратить ваше внимание вот на какой факт. Вы поняли, о чём пойдёт у нас речь, да? Я думаю, к определённому возрасту у всех у нас, у мужчин и у женщин, успешных или менее успешных, и в личной жизни тоже. К определённому возрасту обязательно есть человек или люди из ситуации, которые помнятся. И часто помимо воли иногда это мешает, иногда радует. Но я потом позже об этом скажу, наверное, о плюсах и минусах этих незакрытых историй, незавершённых. Поэтому я думаю, что это гадание будет интересно многим. Так вот, и почему такое название? Дело в том, что вот у нас мозги так устроены. Представьте, мы мир видим только собственными глазами. Понятно, что у нас нет возможности, у среднестатистического человека, да, не у какого-то рептилоида. Нет возможности увидеть мир, отношения, ситуации других людей чужими глазами. Всех мы мирим по себе, и, соответственно, вся реальность – это вот такая проекция того, что у нас есть в голове. И в этой связи вот что происходит. Итак, сейчас я уже точечно-адресно обращаюсь к зрителям, которые хотят принять участие в этом гадании, которые понимают, что это про них. Итак, если у вас в голове есть какой-то человек, которого вы долго не можете забыть. Ну, долго – это в моём понимании, наверное, больше, чем полгода. Я имею в виду ситуации, когда человек, которого, ну, как бы, пора бы уже забыть, с которым у вас нет контактов, нет, по сути, какого-то объективно предсказуемого, да, будущего. Я не предлагаю вам всех направо и налево забывать, да, то так начнётся, то ты до матери родной докатимся. Нет, я имею в виду, это гадание про любовь, я имею в виду какой-то романтический партнёр, с которым вы были близки, а может, и не были даже близки, там по-разному это бывает. И объективно, как будто бы впереди с ним ничего не ждёт, нужно эту страницу перелистнуть, закрыть его образ, серить в своей голове и забыть, да, идти дальше. Ну, вы, у вас никак не получается забыть, никогда до сути не доберусь. Что я хочу сказать, если вы помните кого-то против своей воли очень долго, и то вам обязательно кажется, что этот человек тоже помнит вас. Вот представьте себе, это распространяется не только на романтические ситуации, это распространяется буквально на всё. Какая-то история, даже она может быть из вашей профессиональной жизни, которую вы помните долго, и она вам не даёт покоя, вы уверены, что все участники той истории тоже, как вчера, всё это вспоминают. Ну, например, какой-нибудь ваш позорный, провальный рабочий день, когда вы ошиблись в чём-то и так далее. На самом деле это не так. И вот эта сегодняшняя беседа, а у нас такое гадание беседа, я хочу начать именно с этого. То есть первый тезис, который я вам продвигаю, и он для кого-то расстраивающий, для кого-то радостный. Всё зависит от ваших целей. Если вы помните какого-то человека и ситуации с ним связаны, это совсем-совсем не значит, что тот человек на другом конце провода, абонент, оппонент, тоже помнит вас совершенно. Хотя вам обязательно так кажется. Вот у нас так устроены мозги. Если вам кто-то снится, какой-то человек, вот ловили вы себя на этой мысли, если вам снится какой-то человек разово или, может быть, даже систематически приходит к вам в сновидениях навязчиво, особенно если это похожие сновидения с какими-то похожими сюжетами, то вы обязательно думаете, проснулись и думаете, интересно, а я-то ему приснилась или приснился. То есть вот есть такое ощущение, что всё обязательно взаимно, что все мы связаны какими-то невидимыми нитями, я помню тебя, ты помнишь меня, вот и так далее. Но тут вот первое это обращение к разумным людям, вы должны понимать, что это, конечно, совсем-совсем вот вообще не так. То есть это имеет этот тезис или это заблуждение, может иметь какую-то основу, но только метафизическую, знаете, то есть когда мы обращаемся к каким-нибудь реинкарнациям, тонким телам, к материализации чувственных идей и так далее. Да, там можно что-то как-то вот это объяснить, вы кого-то помните, это значит, что человек помнит вас и так далее. Но вот с точки зрения, если мы научную какую-то более или менее базу подводим, да, с точки зрения биологии, конечно же, это абсолютно не так. Потому что, ну хотя бы потому, что у всех людей мозг эксклюзивный, оригинальный, уникальный у каждого человека, способность долго помнить вот эту долговременную память тоже у всех очень разная. Она может, кстати, различаться у мужчин и у женщин почему-то, ну там деталей я, может быть, не знаю каких-то. Вот, поэтому такого вывода не надо делать, что это взаимно, что вы можете помнить человека, видеть его ежедневно во сне и можете прямо вот, он как живой перед вами стоит, там 20 лет, хоть вы уже давно расстались, это может быть муж ваш какой-то бывший, да, если мы про любовь говорим. А он, вот этот другой человек, вполне возможно, забыл вас и всё с вами связанное напрочь, то есть вообще полностью всё стёрлось, и он не помнит ни как вас звали, ни даже какого цвета ваши инфернальные глаза. Вот это первое, о чём я хотела бы сказать, напомнить всем, кто страдает от этих, может быть, навязчивых каких-то воспоминаний. Вот, а навязчивости тоже позже, а сейчас скажу вот что. Второе, если вы кого-то не можете забыть долгое время, если вот опять же, да, человек вот как живой, буквально сопровождает вас, живёте с ощущением того, что он постоянно вот за вашим левым плечом стоит, да, хоть вы его там не видели год или полгода или, не знаю, пять лет. Вот, в некоторых дольше длятся такие состояния. Вот, и если вот есть вот это вот ощущение, вы обязательно тоже легко сделаете вывод, почти наверняка, что это любовь. И я в своей практике встречаю такие истории, мне девочки пишут о том, что вот не могу забыть, это обычно называют ещё словом отпустить, то есть если вы помните какого-то человека, ну вот видите, это подтверждает мой первый тезис, да, есть ощущение, что я его не отпускаю, вот если он мне снится, я его не отпускаю. На самом деле он, как воздушный змей, уже давно улетел на свободу или приземлился в какие-то чужие руки. Так вот, это вовсе не означает, что вы его любите, вообще никакой прямой связи, никаких прямых параллелей нет. Может присутствовать любовь, да, может быть, вы помните человека, потому что очень сильно его полюбили, и он остаётся на протяжении долгих лет для вас самым лучшим, идеальным, близким и так далее, может быть. Но это не в ста процентах случаев, а для большинства в ста процентах случаев происходит совсем другое, опять же, устройство мозга нашего, мозг наш так заточен, что он очень хорошо запоминает незаконченные истории, незаконченные дела. Недопетую песню, которую вы до середины, да, где-то услышали по радио, пока в такси ехали, да, и потом она до конца дня, ровно до этого, до этой точки, где закончилась, она у вас в голове крутится, крутится, крутится. А песни, которые до конца допелись, да, там же, в этом же таксе, вы не вспоминаете абсолютно. Вот в этом смысл. Попробуйте для эксперимента мозг запоминать недоделанные дела, недоделанные истории и, соответственно, людей, которые являются персонажами, действующими лицами этих историй, да. Вот попробуйте, чтобы подтвердить, мои слова, это очень легко, попробуйте утром, собираясь на работу, недомыть полы. Вот прям помойте половину квартиры и бросьте посередине. Я вас уверяю, весь рабочий день вы будете думать только об этом. Если вы домоете всю квартиру, закончите эту уборку, то ни разу за день про это уже не вспомните. То есть мозг очень фиксируется, очень сильно фиксируется на том, что мы недоделали. И вот с любовными историями происходит то же самое. Вы встречаетесь с каким-то человеком, например, до определенной точки доходите, здесь тоже индивидуально. До какой точки? То есть ваш мозг, это же какая-то неуправляемая какая-то субстанция, над которой вы сами не властны. Тут уже он сам решает, в какой точке он посчитает, что вот это вы закончили историю, а с этим она у вас оборвалась на половине песни, на середине песни. То есть вы, может быть, два свидания у вас с каким-то человеком прошло, и потом всё, он прекратил общение, вы расстались, больше не видитесь. И мозг включил вот эту шарманку активного запоминания, активно вам напоминает. Как будто бы он вам, мозг вас отправляет, да, ступай назад к этому Васе, договорись с ним, иди на третье свидание. Вы должны, должны, должны там договорить, доделать, довстречаться, там что-то и дойти до какой-то точки. Вот. И, соответственно, ну это тоже на любой стадии может быть, это там люди могли и до брака дойти, и до свадьбы могли не дойти. Главное, что вот этот механизм включился. Ага, что-то с этим человеком не доделано. Образуется тот самый, как сейчас популярно говорят об этом, незакрытый гештальт. Дальше нам этот гештальт предлагают современные психологи закрыть, для того, чтобы от навязчивых воспоминаний избавиться. Все это очень легко звучит в теории, на практике, конечно, только как это сделать, закрыть его, да. Вот. И, соответственно, людей, с которыми у Вас какая-то история, в том числе любовная, романтическая, дошла до логического завершения. Вот Вы там повстречались, что-то еще, что-то еще. Еще, ну, как цельность, если Ваш мозг увидел цельность, что вот Вы все отношения себя исчерпали, закончили, какой-то круг замкнулся. Такого человека и связанные с ним ситуации мозг не запомнит. И такого человека, каким бы он ни был хорош, и каким бы ни были Ваши чувства к нему, такого человека Вы очень легко забудете. И все, и он не будет Вашим навязчивым воспоминанием, он не будет вот этой зловещей тени в Ваших снах. Поэтому вся проблема, конечно, в мозгу, да, в Вашей черепной коробке, если у Вас есть такие вот воспоминания. Сегодня гадание, самое главное, карта Вам не показала, это будет гадание на эту тему. Такое гадание рассуждения, скорее абстрактное, призванное с целью, гадание с целью, скорее не сделать выводы и подвести какую-то черту. То есть сказать, да, нет, будет, не будет, забывайте, не забывайте. Я не ставлю такую цель, скорее я хочу с Вами пообсуждать вот этот Ваш какой-то незакрытый гештальт вот этого человека. Может быть, будут какие-то откровения, что-то Вам карты и подскажут. Но не обязательно тоже, да, потому что для этого у нас есть какие-то другие гадания на тему, не знаю, да или нет, или это предсказательные гадания на период. Сегодня вот будет такое. То есть я обращаюсь ко всем людям, ну, к Вам, дорогие зрители, если у Вас есть навязчивые вспоминания какие-то, ну, явно уже лишние, они переходят в какие-то временные границы, сколько Вам положено, можно помнить какого-то человека. Если Вам кто-то очень активно в снах приходит, кстати, почему-то это тоже всегда очень связано. Для Вас будет это гадание. И вот что еще хочу сказать, по сути, третий мой тезис сегодня, сегодня последний апреля, 30-е, такие апрельские тезисы у меня получаются. И это не обязательно плохо и не обязательно хорошо. То есть вот эти вот воспоминания об определенном человеке, о какой-то незаконченной любовной истории могут как в плюс Вам идти, так и в минус. Плюсы какие, вот я вижу, например, во-первых, это разгружает мозги для многих. То есть это все-таки такое легкое, интересное, романтическое воспоминание. Это все равно мыслительная какая-то умственная жвачка, но она, по крайней мере, не бытовая. То есть когда Вы предаетесь этим романтическим грезам и воспоминаниям, ну, по крайней мере, на время Вы отвлекаетесь от производственных проблем, отвлекаетесь от бытовых проблем. И это может служить, знаете, таким довольно естественным, ну, естественным я имею в виду, в отличие от жирной еды. Жирная еда тоже хорошо отвлекает от проблем. Я уж не говорю про каких-то вещества, которые расширяют сознание, стимуляторы, вот эти вот все. Это мы исключаем. Вот иногда, да, можно вместо того, чтобы съесть вот это вот ведро, на полтора литра ведро мороженого, чтобы снять стресс после рабочего дня, да, можно полежать, помечтать, повспоминать какую-то любовную историю, эпизоды и так далее. То есть вот это вот такой плюс может быть. Еще плюс большой, если вас вот эта незакрытая, неоконченная пьеса стимулирует в жизни. Такое я вижу и часто в кино. Кстати, многие киношные сюжеты на этом основаны, да? Вы видели там и литературные сюжеты. Парень влюбился в девушку, они расстались, она, например, его бросила, но он ее продолжает помнить, например, там, 10 лет. И ради этого строит карьеру, становится богатым, качает пресс и так далее. Вот это тоже большой плюс, если для вас, ну, каким-то жизненным стимулом является вот этот вот человек, вот эта история незаконченная. А минусы какие тут могут быть? Я думаю, что это один жирный минус, который все плюсы перечеркнет, если он есть. Вот эта незабытая любовная история, вот этот, да, человек, который сидит в вашей голове в виде плотного такого материализованного приведения, воспоминаний, этот человек может очень сильно мешать вам строить в последующем личную жизнь, в настоящий момент, в будущем. То есть, если это воспоминания настолько сильны, а они бывают очень сильные, знаете, яркие, живые и иногда навязчивые, такие, похожие на зависимость, на какую-то даже типа мании, вот что-то паранояльное, как паранойя даже образуется на эту тему. А знаете, в чем это проявляется? Сейчас еще такое лирическое отступление. Когда мы видим зависимость вот такую, от воспоминаний определенного, когда все, даже случайные факты из окружающего мира толкуются в пользу вот этой вот истории. Не знаю сейчас, чтобы не отвлекать, не буду приводить примеры, ну, примеры вы поняли, если особенно это вас касается. Так вот, минус какой, что вот этот незабытый человек может занимать полностью ваше сердце, вашу голову и не оставлять тем самым пространства для появления другого человека. Ну, выражаясь простым русским языком, да, это вот, например, если девушка там полюбила в юности какого-то молодого человека, потом они расстались, например, особенно если расстались, ну, как для нее противоестественно. Он внезапно исчез, ее бросил, без объяснений причин, как они это любят. Мужчины всегда исчезают, уходят по-английски, до свидания не говорят. Вот. И потом она его очень плотно запомнила, потом дальше проходит год, может, даже больше, два года, там, даже пять лет. Я такие случаи встречала, да, и больше, десять лет, а для этой девушки вот этот вот герой из дальних вот этих вот воспоминаний остается все равно таким же недоступным, желанным, идеальным. Почему смотри видео выше, я сказала, да, мозг так сработал, как недопетую песню воспринимает эту историю. Вот. И больше она других женихов никаких не рассматривает. Ну, не рассматривает, не замечает других женихов, никто ей не нужен, все не нравятся. Все, любой, кто появится, любой принц, который там появляется, он видится какой-то жалкой тенью того прекрасного, да, который, естественно, вовсе не прекрасный, скорее всего, а он просто в сознании идеализировался, как у нас же все идеализируется, или демонизируется, мы, понятно, объективно, честно, ничего вспоминать не умеем. Мы либо идеализируем, либо демонизируем людей ситуацию, да, видим трагедию там, где ее нет, видим великое счастье, великую ценность, где ее там вообще, а тем более нету. Вот. И такой минус, я думаю. Скорее всего, они идут парами, то есть это, в смысле, вместе, они вместе, это какие-то неразлучные подруги такие, две вечных подруги, любовь-разлука, то есть плюсы-минусы. С одной стороны, эта история стимулирует вас к развитию, с другой стороны, мешает личной жизни вашей. Что с этим делать, определитесь сами, я вам предлагаю об этом подумать, может быть, во время гадания как раз какие-то откровения придут к вам, с ней зайдут. Но все не так однозначно, как может иногда показаться. Как говорят вам подруги, например, да, если вы в тысячный раз своей лучшей подруге, вот эту историю пятилетней давности пересказываете, там, может, просите ее погадать, расклад какой-то сделать и все, она вам говорит, да забудь, забудь, давно пора забыть, ты смотришь в прошлое, ты и так далее. Но не обязательно так. Во-первых, это легко сказать, забыть. У нас люди не придумали за 50 тысяч лет своей сознательной истории, люди не придумали такую машинку, которая стирает воспоминания. Хотя на самом деле придумали несколько-то. Есть методик хороших, если вы заинтересуетесь, я вам потом их как-нибудь покажу. Ну, современные довольно методики, они никакой эзотерики, чистая биология, на физиологии мозга они основаны. Как можно что-то забыть или, по крайней мере, ослабить яркость картин, картинки от каких-то болезненных, немножечных воспоминаний. Я же предлагаю только еще раз, кстати, это вспомнить, еще раз об этом подумать и, может быть, сделать какие-то выводы, надо вам это помнить или нет. То есть это украшает вашу жизнь, этот далекий какой-то незабываемый, непотопляемый принц из прошлого. Или он вам только отравляет жизнь, мешает устроить будущее и так далее. Это вы сами решаете. Давайте вот мы спросим карты. Такие вот карты нарочно взяла. Почему нарочно? Потому что, по крайней мере, вот понумерованные карты младших арканов, они вообще без всяких картинок, никаких образов не вызывают в сознании и, соответственно, нас не отвлекают. Итак, еще раз официально объявляю, дорогие мои зрители, это гадание называется «Кто не может вас забыть?» Ну, вы уже слышали меня, да? Переверните. И можете произнести даже имя человека, которого вы не можете забыть. Это у нас будет вместе все. Мы знаем, что во Вселенной все о двух концах. Палк во Вселенной, любой предмет, любое явление, ведь всегда палк о двух концах. Так, начинаем. Гадание рассуждений, выводов никаких, наверное, не сделаем, но, может быть, смотря какие карты будут. Тут карты часто иногда сами решают, и наши планы не слышат. Порассуждаем, повсоминаем. Давайте так. Первая карта. Ну, такая заявочка серьезная, потому что сразу с крупных довольных мечей, девятка мечей. Карта называется «Ужас», «Слезы», «Истерика», «Страх» или «Вина». Это очень напряженная карта. Описывает вот все вышеперечисленное. А перечислила я такие, ну, самые, наверное, неприятные, нежелательные эмоции, которые человек в этой жизни переживает. И вот почему, как вы думаете, эта карта открывает у нас расклад? То есть как будто бы колода намекает, что для вас воспоминания об этом человеке, или об этом романе, об этом браке, кстати, почему мы забываем это, и брак у многих, тоже незакрытым гештальтом оказывается, для вас они очень болезненные. Возможно, это переходит в ту самую зависимость вашего воспоминания, в ту самую болезнь, потому что девятка мечей – это болезнь. Хотя больше, допустим, болезни асоматические – это четверка мечей, а болезни, ну, как бы нервные, это когда к невропатологу надо, да, вот, это как раз девятка мечей. То есть, либо это намек, что мы с вами, вы дошли до какой-то вот болезненной точки, довольно пиковый, кризисный в этих воспоминаниях, либо это отсылка к самим отношениям, то есть что-то там произошло, что, скорее всего, разрыв бывает такой. Не с вами отношения, с вами отношения, может, были и нормальны, но, скорее всего, разрыв – это больно. То есть, что вы испытываете в основном на эту тему сейчас? Конечно же, это в основном боль, к сожалению, это боль утраты для кого-то, для кого-то это вот ощущение именно вины. И в то же время, знаете, девятка мечей, в чём её тоже особенность, эта карта довольно сильно обращена в будущее, представьте. То есть она часто описывает будущие страхи, когда мы боимся чего-то, что должно произойти. Поэтому я не исключаю, что вы как бы сожалеете, что этот человек не рядом с вами, ждёте встречи с ним, или, например, продолжения отношений ждёте, и при этом жутко этого боитесь. То есть, скорее всего, то, что когда-то разрушило ваши отношения, почему вы не вместе сейчас, эти факторы все сохранились. И если вам судьба отдаст шанс сейчас снова быть с этим человеком, вы как-то встретитесь, окажетесь вместе, он появится или что, то вы этого боитесь. И вот этот страх ваша, какая-то несвобода, скорее всего, новой, или как бы возрождённой, истории между вами помешают. О чём девятка мечей говорит? Она вообще-то по-правильному называется напрасные страхи. И ключевое слово именно – напрасные. То есть она говорит вам, а вы зря боитесь, боитесь этого человека, его негативных эмоций, своих, может быть, лишних каких-то поступков или мыслей. Ваши страхи не оправдаются. Всё будет хорошо или пройдёт всё хорошо, и всё на самом деле намного лучше, чем кажется. Может быть, вы боитесь как раз того, что этот загаданный человек никогда не вернётся, и, может быть, судьба вас даже не сойдёт вместе, и вы вообще не увидитесь никогда в жизни. Препятствия преодолимы, и эти страхи о том, что «Ох, это всё, это конец, ничего нельзя спасти», эти страхи тоже надуманы. В принципе, ситуация подлежит вашему выбору, и вы можете что-то выбирать, корректировать, что-то сделать с этой историей, ну, хотя бы со своими воспоминаниями, да, если не совсем с этой историей, это бывает часто недоступно, уже потому, что человек где-то далеко. Но со своими воспоминаниями вы можете и даже должны что-то сделать, но вам надо успокоиться. Начнём с того, что, совет карты, вам нужно успокоиться. Медленно, глубоко дышать, вот это диафрагмальное дыхание, оно очень помогает. Хотя есть ещё тоже очень современные методики, я вот сейчас их изучаю. Далее, первое, что мы узнали про вашу историю, нервничайте вы сильно, может быть, вы просто трусиха по жизни, гороскоп такой достался. Так, Десятка Пентакли, очень хорошая карта, стабильная, и она богатая. Вот в буквальном смысле карта это называется богатство. О чём это говорит? Она вот здесь о чём говорит? О том, что в целом история ваших воспоминаний или история ваших отношений с этим загаданным человеком, она вот, ну, знаете, богатая. То есть она не на пустом месте придумана, не на пустом месте раздута. Эта история действительно, во-первых, имела место быть или имеет место быть. То есть много, Десятка Пентакли. Это когда всего много. Знаете, а чего именно вам не хватило, да? Почему вы не дотянули до какого-то логического продолжения? Вы же запомнили, потому что это резко оборвалось. Чего именно? Это вы сами смотрите. Это всё индивидуально. В каких-то историях не хватает, ну, например, серьёзных намерений, да? Хотя это очень-то уже размыто. В каких-то историях не хватает, это денег просто. Многие люди расстаются. Не тайна, не откровение, надеюсь, для вас очень многие истории любовные заканчивают, потому что просто какой-то материальный вопрос стоит. Мы не можем продолжать, потому что, ну, об этом тоже отдельно рассказал. Вот. И Десятка Пентакли – это ещё намёк на какую-то семью. Это отсылка, например, к прошлому. Карта говорит, что у вас с этим человеком могла бы быть семья или была, например, семья, и вы, семья была достаточно счастливая, какая-то благополучная, или была бы эта семья. И Десятка Пентакли – это опять, да, фокус на деньги сделайте, пожалуйста, потому что это всё-таки крупная денежная карта. Это может быть подсказка для вас, что, например, путь к решению вашей проблемы, лежит через деньги. То есть вы с этим человеком можете встретиться через что-то такое материальное. Какие-то материальные денежные дела вас, например, сведут. Может быть, вам надо кому-то заплатить. Ну, тут тоже вариантов много. Может, вам нужно заплатить колдунье какой-нибудь, чтобы она там препятствия устранила, сделала какой-то ритуал. А может быть, вам нужно заплатить просто психологу, который вам хорошенько мозги прочистит, чтобы впредь хорошо себя вели в отношениях. Но карта всё равно это очень хорошее. Она тоже, все десятки последние понумерованы карты масти. Поэтому они тоже ориентируют на будущее. Они говорят о том, что так, жизнь меняется, время меняется, времена меняются. А ещё десятка Пентаклей это какой-то коллектив. И тоже вам обращает, обращает ваше внимание, карта на людей, вроде бы третьих лиц, на посторонних, но всё-таки это люди, которые к вашей истории причастны или могут быть причастны. Поговорите с ними, может быть, за помощью кому-то стоит обратиться. Пока всё достаточно невинно. Карты, две карты, они говорят, что хорошая история, но портят её, всю картину портят ваши нервы. Кстати, нет старших арканов, таких карт, которые бы нам говорили про тонкие какие-то планы, про то, что на тонком плане происходит. Кстати, вот ещё забыла добавить, хотела сказать, что когда вы тоже замечали за собой, когда вы долго помните какого-то человека, это первое, я уже сказала, вы считаете, что он обязательно помнит также вас, это совсем не так. Но и второе ещё, я вижу, что женщины часто, вот в письмах встречаю, женщины часто своей вот этой долгой памяти приписывают какие-то метафизические, какие-то кармические черты. То есть, если вы, если девушка там пять лет не может забыть бывшего парня, который её бросил, например, то она обязательно приписывает эти отношения, словоотношения, делает какие-то словосочетания такие, эти отношения кармические, по судьбе, там вот это вот всё, то есть, включается вот какая-то, ну какая-то суеверие, что ли, какие-то включаются, да, кажется, что ну всё, если не могу этого человека забыть, это значит, так распорядились звёзды, это значит, вселенная угодна, эта история, то есть, вот приписываются какие-то, ну часто на ровном месте, иногда это имеет место быть, но чаще на ровном месте, то есть, если не могу забыть, отношения кармические, да, как отработка какого-то долга кармического, понимаете, да, что это далеко-далеко не всегда не так, я пока не вижу старших арканов, которые бы на это намекали, которые бы сказали, что да, вы не можете забыть этого человека, потому что на вас глядит в упор какой-то ангел с неба и постоянно за ниточку дёргает и не раздражает вашу память. Нет, карты очень простенькие, мелкие, бытовые, то есть, далее, только я сказала, что нету старших арканов, появляется, карта суд появляется у вас, посмотрите, суд, это, вот уже, отсылка немножко к карме, к воле Всевышнего, к воле Вселенной, суд описывает, суд придаёт какого-то веса, какой-то такой вселенской значимости этой истории или этому человеку в вашей жизни, или этим воспоминаниям, но самое главное, что суд, это, карта суд, это предсказатель такой неожиданности, неожиданных вещей, связанных с воспоминаниями, или с историей, то есть, суд говорит, что ожидайте, вернее, как ожидайте неожиданно, это странно звучит, да, но, в общем, в связи с этой историей, с этим человеком будут крупные, неожиданные новости, что-то поменяется совершенно непредсказуемо, может быть, не обязательно в хорошую сторону, кстати, поменяется, хотя, может быть, вы успели подумать, да, что вот, там, например, восстановится история, или что-то, опять же, мы вам хорошего тут пока что, не обещаем, может быть, чуть позже, да, будут такие карты, пока суд говорит, неожиданно, какая-то пронзит ваше сознание новость, это новость, как и само, появление самого человека, может быть, неожиданная, как гром среди ясного неба, когда он пишет, или звонит, так это могут быть новости от переносчиков новостей, да, от каких-то людей, там, и сплетников тоже, которые вам про него что-то донесут, расскажут, сорока на хвосте, вот, как говорит, какой-то этот испорченный телефон, он принесет какие-то новости, то есть сама ситуация с вашими воспоминаниями и с этим человеком, вот, она полна неожиданностей, какие-то потенциальные, есть потенциал для такого, не знаю, можно ли это назвать развитием, вот, но вас ждут какие-то неожиданные новости на эту тему, то есть тема не раскрыта для вас до конца, хотя великой тайны я тоже здесь пока не вижу, но на более глубоком уровне, на более личном уровне, да, в более каком-то личном смысле, карта суд это ну, обращение к вашей совести, что ли, карта суд это проявление какой-то высшей справедливости, то есть карта обозначает жертву, например, карта обозначает ну что, что каждому воздастся по его делам, или если быть ближе, да, к писанию, то воздастся даже не по делам, а по мыслям его, вот, и наверное, это совет для вас как-то лучше или позитивнее, или более позитивнее думать о ситуации или об этом человеке, задуматься о справедливости, о том, какую роль вы сыграли в этой любовной истории, то есть суд, карта суд, первый ее совет для вопрошающего это обратить внимание на себя, может быть, посудить даже себя, знаете, как посудить, посмотрите на себя, на себя сначала, посмотрите, что, а что вы, а вы что сделали, а вы как себя там вели, а потому что, ну, я думаю, суд здесь тоже напоминание такое, что, если вы считаете, что вот какой-то бывший человек, человек из прошлого нанес вам нравственную травму, моральный вред, причинил, как-то обидел, там бросил, обошел, предал, часто так говорят, хотя я вот прям очень не люблю этот термин в таких историях, предал, в моем понимании, это строго какой-то военный термин, знаете, предал, это вот, знаете, партизан пошел и немцам рассказал, сколько в вашей части артиллерийских орудий, вот я только так почему-то понимаю, предательность в любви, это мне кажется неуместно об этом говорить, вот, надо помнить, что если у вас есть обида на какого-то человека, а что-то такое есть, иначе почему вы смотрите это гадание, почему вы помните этого человека, почему у вас гешталь-то разверстывает дверь его, вполне возможно, что вы человека так же обидели и он точно так же помнит, страдает, может быть, вот, такой самоанализ должен у вас включиться, далее, еще у нас, до логического какого-то завершения мы будем идти, опять же, чтобы вы смогли забыть это гадание, а то, если мы его на середине разорвем, опять у вас образуется еще один гештальт не закрытый, да, и вы будете сутками прокручивать это все во голове, я вам не хочу вас на это обречь, появляется злодейка-соперница, вот она, королева мечей, та самая пиковая дама, которую все подозревают, предполагают в любовных историях, да, ревнивые женщины, но которую не хотят видеть в картах, раскладе и боятся, это действительно соперница, новость понятная такая, она даже плоская, какая-то исчерпывающая, она говорит о том, что в настоящий момент вам, ну, у вас есть соперница, давайте так, откуда она, из прошлого, может она была, когда вы встречались с этим человеком, может она сейчас только появилась, материализовалась, может быть она в недавнем будущем станет каким-то препятствием для ваших отношений, это мы не знаем, карты только подсказывают, что есть какая-то женщина, которая явно для ну, этой истории не помощник, с одной стороны, эта женщина и не помогает вам забыть, отпустить ситуацию и в то же время не помогает этой ситуации или эти отношения продолжить или как-то сблизиться с этим человеком, кстати, обратите внимание, что ну, я как, поскольку я каждый день много вижу и делаю раскладов, я уже обратила внимание, ну, ваше привлеку, что у нас не появился портрет героя, хотя мы говорим о конкретном человеке, правда же, да, которую вы помните, мы с этого начали, то есть, это личность, это физическое тело, до сих пор нет портрета, хотя такие расклады чаще всего начинаются именно портретом. Есть ли о ком говорить, пока неизвестно, пока неизвестно. ну вот, колесница снова подчеркивает неожиданность, которая ждут вас в жизни в связи с этой историей. Будут неожиданности, дороги, может быть, вам предстоит встретить этого человека, не только встретить, но даже продолжить с ним, например, отношения, если вы поедете куда-то, встреча в дороге, может быть, это он переедет поближе к вам. Ну, во всех случаях, колесницы это перемены, и карта говорит о том, что на эту тему, на тему ваших воспоминаний судьба готовит вам много, много сюрпризов. Карта это достаточно беспокойно, и здесь они вот вместе, так же, как карта суд до этого была, говорят о том, что ваш этот гештальт, эта история, ваш гештальт этот не исчерпан, то есть, если у вас сейчас есть воспоминания об этом человеке, то скорейшее будущее подбросит вам, ну, как минимум, еще поводы для воспоминаний, еще более каких-то активных воспоминаний, заставит, судьба заставит вас этого человека еще более активно, более красочно вспоминать, потому что новости, перемены, все это, какая-то жизнь, картинка жизни меняется, и это все скорее оживляется, скорее оживляется, для кого-то в обратную сторону может сработать, да, то есть, и суток, и лесницы говорят о том, кому-то, части аудитории гадающих говорят о том, что, вот смотрите, скоро ваша жизнь очень сильно поменяется, вам предстоит переехать, то есть, жизнь поменяется, мир вокруг вас, люди, дороги, вещи, все поменяется, и вас, например, это воспоминание отпустит, потому что заместится другими картинками и другими переживаниями, такое тоже может быть, но в любом случае, карты не статичные, то есть, это все будет меняться, если вам пять лет снится какой-то один тот же герой, то в самом скором времени он либо перестанет вам снится, либо станет сниться еще больше по каким-то причинам, ну, в общем, все поменяется, перемена карты вещает. Далее. Вот старшие арканы пошли, карта умеренность, она провозглашает над всем вот этим вот раскладом для вас слово долго или надолго, то есть, то, что в скором времени поменяется для вас в этой незабытой истории, как бы новая история в новом статусе, в новом качестве, этот человек рядом с вами, это уже будет надолго. то есть, в самом, наверное, оптимистичном прогнозе для многих, если вот вы не можете забыть какого-то бывшего жениха и хотите, чтобы он вернулся, то карты говорят, что зря боитесь, неожиданно вернется, правда, может вернуться не один, а там, там в краю далеком есть у него кто-то, ну, ладно, это мы пока закроем на это глаза, и вот ваша новая возрожденная история, новая как бы веха в ваших отношениях, она будет радостная, прекрасная, чистая, очень естественная, искренне, и она будет надолго, вы, например, там вместе жизнь до пенсии проживете. Карта это очень добродетельная, она говорит, что после больших переживаний, связанных с этой темой, после даже шока, потому что колесница с судом, когда в одном раскладе, они часто шоковые ситуации описывают, это какие-то новости, от которых у вас просто вот остатки волос на голове встают. А умеренность говорит о том, что ситуация после этого шока очень стабилизируется и станет какой-то вот такой гладкой, естественной, очень желательной, благоприятной для вас, она очень успокоится, это знаете, как идеальный штиль после большого шторма, кто вот на море наблюдал такие явления, да, после какого-нибудь урагана, потом все так и замирает, и не шелохнется ни один листочек, то есть и карта это безусловно очень хорошее, если вы успели все-таки, несмотря на мои предупреждения, загадать, например, да, нет, сойдемся мы снова или нет, появится или нет, то карта говорит да, после поразительных каких-то перемен и да, вас ждет какой-то совместный, не обязательно прям путь, я не говорю, что это совместная жизнь, брак и так далее, но как минимум какие-то совместные сценарии, какие-то совместные переживания вас ждут с этим человеком загаданным, с тем, которого вы успели загадать. Двойка кубков пара или любовь эта карта называется, я думаю, что этой карты можно вполне завершить, чтобы не злоупотреблять вашим терпением, потому что много времени я уже говорю, а двойка кубков, друзья, ну, именно так и называется, любовь, это очень оптимистичный конец будет для расклада, и кубки всегда одинаковые, на этой карте, ну, зависит от колоды, рисуют людей или каких-нибудь котиков, мишек, зайчиков, неважно, разные карты бывают, ангелочка там рисуют, вот, и всегда они одинаковые, это подчеркивает смысл, двойка кубков это карта взаимной любви, карта вообще взаимности в целом, она говорит о том, что вы с этим загаданным человеком, которого не можете забыть, кстати, судя по этой карте, наверное, он вас тоже не может забыть, потому что раз тут взаимность, то, наверное, и в воспоминаниях тоже должна быть взаимность, это не точно, потому что все-таки у мужчин и у женщин очень сильно мозги по-разному устроены, тоже хочется об этом поговорить, но как-то нет повода, и видите, да, то есть взаимность, какую ценность для вас этот человек представляет, вы для него такой же, насколько активно вы его помните, настолько активно он помнит вас, мы тут можем и сны подтянуть, может быть, да, он снится вам, вы снитесь ему и так далее, может быть, сейчас этого нету, хотя, да, потому что это же гадание предсказания, то есть это проекция на будущее, сейчас, может быть, этого нету, он где-то вдалеке, и там не помнит про вас, вот с злодейкой какое-то время проводит, а впереди все равно все хорошо, то есть вы оказываетесь вместе, двойка кубков, на бытовом каком-то простом уровне, она обещает свидание, как минимум, да, свидание, возможность увидеться с человеком, возможность убедиться в его внимании, вот, в его чувствах, карта такая вот очень, ну, знаете, парная и добрая, да, до нее у нас умеренность выпадала, и вместе эти карты действительно какой-то очень благополучный, такой совместный путь для двоих людей, обещают, какой совет здесь можно увидеть, ну, может быть, даже самый дерзкий совет, то есть этого человека, которого вы не можете забыть, рассматривайте для себя как пару, или ищите его как пару, иногда это совет искать человека физически, например, писать или звонить, может быть, там, попробовать организовать встречу, что-то еще, потому что, хоть я и обещала вам без выводов конечных сделать гадание, но вывод какой-то такой напрашивают, то есть будущее есть, воспоминания ваши не случайные, не напрасные, забыть, наверное, при таких картах этого человека эти все истории пока не получится, ну, в общем-то, это не надо, потому что у вас есть какое-то совместное будущее, вот, и, в общем, дерзайте, может быть, вы, хорошо, что вы помните, и вы рано испугались того, что между вами все закончилось, а вам, дорогие друзья, я желаю, конечно же, личного счастья, самый настоящий головокружительный успех в любви, в любви он бывает такой, так же, как и в любых других делах, и в карьере, и так далее, спасибо, что вы провели со мной время, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok